Сегодня я занялся покраской улика. Так как у меня пропали 6 семьи, я решил эти улики возобновить, покрасить, подготовить и на следующий год запустить их. Так что вот делал такого образца. Точно так и делал другой. Другой тоже своего рода как бы вот так я делал. Светочка стоит, осталось литки делать, но здесь есть проблемка. За то что прежний хозяин держал слишком низко улики, они намокли и портились. Вот видите какая дырка получилась. И теперь я попробую показать мастеру, столеру может он что-то сделает. Если нет придется своими силами что-то придумывать. Вот такое дерево уже как бумага было. Но зато они очень красиво смотрятся. Я думаю после ремонта еще послужат. Устанавливаем. У нас здесь пропала семья. Вот мы делаем новые поставки. Вот прибили досточки. И мы ставим наш улик. Вот которая у нас была поломана. Ну с годами. Просто все это погнило. Вот мастер сделал. Мы попросили. У нас есть один такой пчеловод хороший. Видите. Вот внутри он вот так получается. Вот. А снаружи он красиво забацал нам. Вот такая красота. Сейчас мы этот улик поставим на место и будем его подкрашивать, подготавливать для следующей семьи. Поставили наш улик. Красотуля. Теперь крышку ставим. Крышка у нас с пенопластом, чтобы сверху тепла сильно не было. В принципе у нас в нашем этом пасеке сильно нету солнца. Здесь тенечек. И очень хорошо пчелки себя чувствуют в этом тенечке. Вот. Я вот сделал. Теперь у нас место уже не пустое. Потом будем делать вот тот желтенький. Надо убрать под нее все это ненужное и поставить красиво на ножках. И поменять этот улик. Уже он слишком стар. Так ставим крышу на нашу красотульку. Пчелки уже вечер. А все работают. Как видите, пыльцу таскают. Прилетают. Здесь внизу тоже сидят. Дуют. Надо побольше открыть. И здесь вот наши прилетают девочки с пыльцой. Кто с чем, кто с нехтаром. Все домой к вечеру собираются. Поставили крышку. Теперь сделаем. Будем делать прилетные доски. Все. Улик собран. Вот наша красотулька будет служить. Вот так зарождается новая семья. Вот так жена. Вот так. Продолжение следует...